Дебют астмы У детей с отягощенным семейным анамнезом и личным Дебют астмы начинается в 3-4 года До 3 лет тоже мы крайне неохотно идем на диагностику Почему? Потому что это может быть просто особенностью развития верхних дыхательных путей И оно полностью проходит Вот ребенок набирает свой опыт, в том числе аллергика Но астма не развивается Как правило, это вот с 3 до 11, как правило Но это не исключает астму подростков Это не исключает пульцевую бронхиальную астму Это не исключает формирование астмы у группы часто болеющих детей После перенесенной пневмонии Это не исключает, например, астму, которая дебютирует 48 лет На фоне изменения гормонального фона То есть астма – это заболевание такое очень многофакторное И тут критерий диагностики очень зависит от того Что послужило толчком развития бронхиальной астмы Если мы сейчас говорим в рамках полиноза То если у вас начинаются стойкие обструкции Причем они не снимаются без применения противовоспалительных серьезных средств И они бывают ежегодно То в 2, 3, 4 год понятно, что сформировалась пульцевая бронхиальная астма Лечится просто лечение Вы знаете, вот можно вылечить то, что и так пройдет само Например, ОРЗ – это острое респираторное самоизлечивающееся заболевание Здесь можно создать иллюзию лечения Оно все равно само пройдет Почему мы за этими детьми следим? Потому что могут быть осложнения Та же пневмония, она требует лечения Гнойнатин требует лечения Респираторный аллергоз, который бывает в результате ОРЗ Требует лечения По поводу астмы Вылечить ее мы не можем, если она сформировалась Но вот контролировать ее мы можем и можем очень хорошо У нас неконтролируемая астма в городе Это всего 2 или 3 человека Все остальные, это значит, что мы не можем, даже вычислив триггерные механизмы То есть, что запускает обострение астмы Мы не можем эту астму остановить настолько, чтобы она не мешала жить В основном 85-80% детей с астмой – это дети, которые контролируют свое заболевание Мы знаем причину, мы знаем, что ее подпитывает Но самое простое Если у тебя каждый раз возникает приступ астмы, когда ты контактируешь с кошкой Не контактируешь с кошкой И приступов не будет Дети, которые реагируют на длительную физическую нагрузку Они получают короткую физическую нагрузку ЛФК, дозированную физическую нагрузку То есть, они тренируются, но в совершенно другом Дети, которые дают приступы бронхиальной астмы на пыльцы Но зато прекрасно занимаются спортом в спортивных секциях Пример тому, вот, пожалуйста, наши биатлонисты, да, не наши, и норвежские, и шведские Которые астматики с детства Сейчас об этом заговорили, наконец А в принципе-то и у нас в городе есть дети, которые занимаются тяжеленными способами Спортивными секциями, при этом имеют астму И противопоказаний никаких нету У меня есть кандидаты в мастера по акробатике Мастера спорта по теннису Мальчишки, которые бегают по 40 километров Представляете, вот какая нагрузка на них идет Но при этом, констаткнувшись с кошкой Или, например, там, заболев урзе Они обязательно выдадут приступы При занятиях плаванием у нас очень хорошо развивается дыхательная система Так же, как хор, хоровое пение Там же дыхательная гимнастика Так же, как флейта, духовые инструменты То есть, здесь вот борьба Я очень люблю борьбу Почему? Потому что настоящие правильные занятия борьбой Это всегда, как бы, самая такая вот реализация И дыхательная гимнастика, направленная на вот самосознание, там, энергии и так далее, и так далее Прекрасно работает при моих астматиках И выброс энергии идет, и гиперактивность уходит И в то же время дыхательные упражнения помогают стабилизации Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова